Радио Болтком Утро на Болткоме Беженцев Какова ситуация Мы когда говорили с мэром Риги Господином Стакисом Он озвучивал примерные цифры Сколько может Принять Рига Есть расчеты Что в ситуации Если действительно ситуация Ухудшится и количество беженцев Будет увеличиваться Сможет ли наша республика Принять всех Желающих пересечь нашу границу В целом Конечно это зависит от того О каком сценарии О каких событиях мы говорим Я не думаю что мы закроем границу Украинским беженствам при любых обстоятельствах Следовательно в крайнем случае Нам просто нужно будет Использовать возможности размещения Как сейчас делают Польша Допустим в зданиях школ и так далее Но мы надеемся что до этого не дойдет Что пока что у нас вполне Укладываются те цифры которые у нас есть Выкладываются в те планы Которые мы составляли Следовательно в данный момент Речь не может идти О каком-то экстренном размещении Просто допустим в школьных зданиях Речь идет о размещении в квартирах В общежитиях, в гостиницах И для этого правительство уже в выходные Приняло соответствующие правила Что можно самоуправлению получать За каждого человека Которого самоуправление размещает Определенную сумму в день За каждого взрослого И соответственно Так же получать деньги за питание И что это за сумма? В день В день, да Мы не расслышали Сама сумма сколько составляет? 20 евро 20 евро А именно это вы подразумевали Когда призвали расположенные В прилижье самоуправлении Пересмотреть свое отношение К приему беженцев? В данный момент Наиболее беспокоящая нас ситуация Была последние дни в Юрмале Насколько я знаю Они не очень Не очень Так сказать Привечали людей Предлагали им Обращаться в Ригу Потому что нет Соответствующих возможностей Но мы считаем Что каждое самоуправление Теперь когда правительство Предусматривает для этого Соответствующие финансы Должно находить возможности Где размещать людей Потому что Честно говоря 20 евро в день Это не так уж мало Я думаю Что такие возможности Должны найти В любом самоуправлении То есть Это Скажем Количество беженцев Будет распределено Не только Ну вот Равномерно по Латвии И не только Ляжет Ну На плечи Рижского самоуправления Но и другие города И другие регионы Тоже Скажем так Сейчас Когда люди приезжают сами И Сами обращаются Например В какое-то самоуправление В Энспил Слепое в Ригу Конечно Никто не заставляет Их переезжать В другое самоуправление И оставаться там Но В будущем Если поток увеличится Или например Если Латвия централизована Например По договоренности С Молдовой Или с какой-то другой страной В Латвию Приедет часть беженцев Которые в данный момент Находятся там Потому что Надо признать Что в странах Граничащих с Украиной Ситуация гораздо Гораздо драматичнее И там гораздо больше беженцев То тогда Возможно Мы будем уже направляться А не просто предоставлять Возможность Куда-нибудь поехать самим Потому что Иначе наших ресурсов Может не хватить Госпожа министр Невозможно не задать вопрос О неких сценариях Ближайшего будущего Количество беженцев Вообще Общая ситуация Безусловно Отражается И еще будет отражаться Внутри латвийского общества Беженцы привносят Ну какую-то новую ноту Определенным процессам Разрабатываются ли сценарии Реагирования на острые моменты И в целом Как вы оцениваете Отношение к беженцам Сейчас И проявления Будем откровенны Русофобии В обществе Тоже обострившиеся Отношение к беженцам В латвии Оно как правило Очень позитивное Есть конечно Отдельные вопросы По сотрудничеству С самоуправлениями С другими организациями Когда возникают Такие чисто хозяйственные Какие-то небольшие споры Зацепки Но в целом Отношение крайне позитивное Латвийское общество Понимает Что беженцы в Украине Оказались в той ситуации В которой У них не было особого выбора Оставаться или ехать Если твой дом разрушен Или если в твоем городе Вся инфраструктура В результате бомбежек Перестала работать То понятно Что большинство Гражданского населения Женщины Дети Они бегут И стараются Укрыться Где-то Где более безопасно Сейчас жить Поэтому Латвийское общество Мне кажется Очень Так сказать Благоприятно Настроено К беженцам И количество Добровольцев Которые Предлагают Либо помощь Либо какие-то вещи Либо жилье Их очень-очень много Очень много И предприятий тоже Которые предлагают Рабочие места И предлагают Помощь Что касается отношений Скажем так Этнических Каких-то предрассудков Я избегаю Слова русофобия Потому что Его очень часто Использует Кремлевская пропаганда Описывая любую Критическую оценку Действий России Как русофобия Поэтому я бы сказала Что речь идет О отдельных случаях Каких-то Ну скажем так Этнические напряженности Они в целом На мой взгляд Очень незначительны Учитывая ситуацию То есть Учитывая то Насколько Все-таки сейчас Напряженная Геополитическая ситуация Я бы сказала Что мы не можем Говорить о том Что напряженность Латвии Достигла какой-то Очень высокой точки Она есть местами Особенно в интернете Где люди Можуты чувствовать себя Более защищенными Более смело Так сказать Нападают на других Высказывают Какие-то Иногда Дискриминационные Взгляды Но в целом Латвии На мой взгляд Сейчас Достаточно Все спокойно То есть Вы могли бы назвать Латвийское общество Сплоченным Я бы сказала Что в основном Латвийское общество Сплочено К сожалению Есть люди Которые по-прежнему Живут Немножко Под влиянием Многих лет Кремлевской пропаганды Что у России Якобы есть Какие-то Задетые Западом И всеми Отружающими Интересами Из-за которых Она вынуждена Так действовать Но верить в это Мне кажется Все труднее Живя в Латвии Мы получаем Очень много информации В том числе Из Украины О том Что там сейчас Реально происходит И я Искренне надеюсь Что количество Таких людей Скорее сократится В этих событиях Чем увеличится Сегодняшний день 16 марта Он всегда Тоже был Достаточно Таким Напряженным В нашей республике Поскольку Ну вот День памяти Легионеров Всегда вызывал Противодействия Вот Других Определенных Политических Кругов Вот Сегодняшний день Насколько Полиция Контролирует Ситуацию Чтобы Ну Готова К каким-то Высказываниям Провокациям Пропал звук Вот у нас Полиция Полиция контролирует Ситуацию Во-вторых Конечно Полиция И Службы Безопасности В курсе Всех Основных Так сказать Тенденций На сегодняшний день И Я не думаю Что нас ждут Какие-то Большие Большие Инциденты Но в любом случае Как присутствие Полиции Так и наблюдение За всей ситуацией Происходит Ежеминутно И я надеюсь Что все останется Под контролем Сегодня утром Выступая По латвийскому телевидению В программе Утренняя панорама Председатель Комиссии Сейма По национальной Безопасности Марий Скучинский Заявил Что Во время Войны на Украине Латвии Лучше было бы Обойтись Без мероприятий Как 16 марта Так и 9 мая Вы не согласны С его позицией Вы считаете Что в принципе Ничего не мешает Спокойно Провести И те И другие мероприятия Без конечно же Лишнего напряжения В обществе Имеется ввиду От того Как именно Их проводить Иногда Запреты Имеют Более Взрывоопасный Эффект Чем Сами Мероприятия Что касается 16 марта Насколько я знаю Это заявлено Как Мероприятие Памяти Соответственно Люди Которые Например Пенадлежат Вдаллого Слана И вспоминают Тех Товарищей Которые Почили Соответственно Я не думаю Что Если Если Этому Событию Дополнительно Не придавать Какие-то Очень Такие Политические Контексты Я не думаю Что оно Само по себе Кого-то Провоцирует Конечно Российская Пропаганда Может использовать Его Как всегда Использовала Но ничего Неожиданного В этом нет Что касается 9 мая Немножко Сложнее Потому что Это более Массовое Всегда Было Нероприятие И конечно Чем больше Людей Присутствует Тем больше Среди них Может оказаться Людей Которые Имеют Несколько Иные Цели Чем Помянуть Усобших То есть Есть целый Ряд Других Целей Например Какой-то Триумфализм Связанный С военными Победами И это Можно легко Связать И с Милитаристской Политикой Сейчас Например Россия Против Украины Поэтому Там Я думаю Что полиции Будут Честно говоря И всем остальным Нам будет Больше Работы Следить За ситуацией Чтобы это Никоим образом Не Стало Случаем Когда прославляется Военная агрессия У нас В центре В одном из Так сказать Районов Достаточно близко К центру города Но мы следим За ситуацией Прозвучало Ваше мнение Что полиция Будет работать Более усиленно Это означает Что 9 мая Не будет Запрещено Ни одно мероприятие Или это Означает Что Окончательное решение Скорее всего Будет принято В общем-то Ближе к делу И сейчас Довольно рано Давать какие-то Однозначные Односложные оценки Ситуация может Измениться Ну во-первых Конечно решение В первую очередь Принимает Городская дума То есть О любом Публичном мероприятии Решение Принимает Городская дума Во-вторых Да Я думаю Сейчас еще Очень рано Говорить О том Чего мы Ожидаем Скажем так С точки зрения Внутренних дел Какого решения Потому что Мы еще Недостаточно Знаем Об обстоятельствах Того Как именно Чего именно Ожидать в этом году Но в целом Конечно Решская дума Надо будет быть Очень-очень Взвешенно Так сказать Осторожно Принимая Это решение Насколько Символика Которая Очень часто Тоже вызывает Противоречивую Реакцию Как Какие Символы Запрещены На что Будет полиция Обращать Внимание Ну вот На знаки З На Георгиевские Ленточки На какие-то Символику Советского Союза Или Что Что вообще Разрешено Что запрещено Чтобы было Может быть Понятно Нашим Слушателям Конечно Любая Символика Которая Прославляет Войну И В том числе Символика Советского Союза Которая В Латвии Уже Запрещена По закону В общественных Местах Безусловно Крайне Нежелательно В публичном Пространстве В Латвии И я думаю Что административные Процессы Если кто-то Появляется С этой символикой В публичных местах Их следует Ожидать Это В принципе Исходит Из того Законодательства Которое у нас Сейчас уже есть Но в данный момент В комиссии Сейн рассматривается Предложение Конкретно О запрете Появления В публичных местах С символикой Которая именно Связана С военными Действиями России В данный момент В Украине Ну то есть Это вот З З И В В Да Госпожа Голубева Как вы считаете Стоит ли действительно Законодательно Их запрещать Или достаточно Превентивной работы Ваших коллег Полицейских Которые просто Могли бы Делать замечания И обращаться К людям Которые используют С призывом Не провоцируй Работа С призывом Не провоцируй Ведется Конечно Со стороны Различных Служб Внутренних дел Ведется Все время Она ведется Особенно Интенсивно Сейчас В контексте Геополитической Ситуации Войны России На Украине Но К сожалению Не всегда Этого достаточно И Учитывая Что у нас Существует Статья Криминального Закона Которая Запрещает Прославлять Войну Геноцид И так далее Есть Есть случаи Когда Население Видя Признаки Подобных Прославлений Агрессии Сразу Указывает Полиция На то Что Здесь Нарушается Криминальный Закон Однако Гораздо Сложнее Разумеется Доказательная База Для Криминального Дела Поэтому Гораздо На мой взгляд Эффективнее Если Предвращение Подобных Превокаций В общественном Пространстве Существует Просто Административная Статья Я не думаю Что это Противоречиво В данном Случае Потому что Скажем так Если Самоуправление Где-то Разместило Плакат С поддержкой Украины И мы знаем Как сейчас Приходится Украине Как приходится Украинцам Насколько Все-таки Чудовищные Условия В данный момент Когда бомбят Их города Бомбят Гражданское Население Присует Эту букву З Приславляющую Агрессию На мой взгляд Это случай Когда Нельзя Полиции Не реагировать Нельзя Не искать Человека Который Это сделал Нам нужны Соответственные Инструменты Для того Чтобы было Проще С точки зрения Законодательства Так действовать Если мы говорим Про публичное Пространство В интернете Мониторятся Ли какие-то Хейт-спич Которые В комментариях Оставляются Или в социальных Сетях Насколько Здесь Какие Границы За которые Может Последовать Какое-то Административное Наказание Чтобы Тоже Понимали Люди Безусловно Как полиция Так и Службы Госбезопасности Следят В том числе Мониторят Интернет Это абсолютно Необходимо Потому что Мы знаем Что в наше Время Все-таки Очень Много Действий Со стороны Также не только Частных лиц Но и Враждебных Государств Могут Происходить Как такие Компании В интернете Поэтому Конечно Безусловно Интернет Мониторится Чуть-чуть Если возвращаться К вопросу Украины И тому Что происходит Там Ну и Некий Перенос В Латвию Понятное Дело Что Полиция Следит И за Интернетом И за Высказываниями И за Различными Публичными Акциями Что касается Объектов Гражданской Обороны И Ну скажем Служба Спасения Пожаротушения Насколько Активны Они Проверяются На всякий Случай Вот те самые Объекты Сохранились Ли они Не дай бог Что Ну все-таки В стране Должно быть Какое-то Существует Несколько Мифов Например Относительно Того Что Раньше Эти Объекты Существовали И Потом Так Сказать Мы Не Строили Но Те Которые Существовали В советское Время Их было Достаточно Примерно Для 3% Населения То есть Здесь Нужно Сознавать Что Они Никогда Не Были Панацеей В данном Случае Мы Со Службой Пожарной Простите Со Самоуправления То есть Самоуправления Должны Осознать Какие У них Есть Например Гражданские Здания С Глуботными Подвалами Где В случае Каких-то Кратковременных Скажем так Ситуаций Можно Спрятаться Но В целом Конечно Очень важно Понимать Что Гражданская Защита Населения Это Не О Бомбоубежищах Это Об Эвакуации Это О Различных Временных Местах Где Можно Пребывать Во Время Скажем Природных Катастроф Каких-то Техногенных Катастроф В том Числе Как бы Среди Этого Упоминаются И Военные Действия Но Очень важно Понимать Что Алгоритмы Они Примерно Те же При Разных Катастрофах Например Алгоритмы Эвакуации Они Мало Отличаются То есть Они Просто Должны Быть Должны Быть Проработаны И Они Уже Есть В каждом Самоправлении Есть Свой План Гражданской Обороны Но Мы Сейчас Проверяем Насколько Этот План Соответствует Реальности Вопрос Был Именно Об Этому Тем Более Что В нашем Эфире Несколько Раз Гостями Последнее Время Были Представители Минобороны Напоминали О том Самом Буклете 72 Часа То есть Все Это Имеет Отношение И к Вашей Сфере Я так Понимаю Вы работаете Сообща Да Именно Так Вот Может быть Возвращаясь К теме Беженцев Очень Большую Часть Беженцев Составляют Дети То есть Несовершеннолетние Вот Мы Все Время Говорим О Взрослых О том Как Трудоустроить Или Разместить Вот Что касается Детей Здесь Встает Вопрос Об Обучении Для Ясли Детские Сады Школы Вот Здесь Есть Какие-то Идеи Вот Каким Образом Можно Устроить Этих Детей Чтобы Они Вписались Ну То есть Понятно Что Они Не знают Латышского Языка Вот Как Здесь Может Быть Решена Эта Проблема Мне Кажется Нам Не Нужно Изобретать Колесо Правильно Уже Несколько Европейских Стран Сделали И мы Тоже Это Предусмотрели В законе О помощи Гражданским Жителям Украины Это Привлечение Учителей И воспитателей Которые Сами Тоже Оттуда Тоже Находятся Среди Беженцев Для Помощи Для того Чтобы Украинские Дети Легче Могли Интегрироваться В школах И чувствовать Себя Более Так Скажем Так Чувствовать Особую Поддержку Даже Такие Страны Где По сравнению С Латвией Мало Представлено Украинское Сообщество И где Украинский Язык И другие Славянские Языки Раньше Не были Особенно Представлены В образовании Скажем Ирландия Придумала Специальную Программу Как быстро Допускать Украинских Учителей Работать В школах С украинскими Детями Мы Тоже Просто Взаконили Приняли Такое Разрешение Что Украинские Учителя Воспитатели Могут Заниматься Образовательной Деятельностью У нас В Латвии Следовательно Я не думаю Что это Будет Такая Большая Проблема В основном Конечно С этим Работает Министерство Образование Я сейчас Комментирую То что Я знаю Но Министерство Образования Придерживается Той же Точки Зрения Насколько Мне Известно Поэтому Я думаю Что Здесь Это Вопрос Логистики Конечно Для школ Изначально Это Будет Определенной Задачей Получить Много Новых Учеников В разных Классах И без Знания Латышеского Языка Но я Уверена Что При Дружелюбном Отношении При Сознательном Отношении К тому Что Надо С ними Работать Я думаю Что школа Справится Мы В прошлой Встрече С вами Затрагивали Вопрос Безопасности Границы С Белоруссией Вот Мы Забываем Все время Вот Может быть Это заслоняет Проблема Беженцев С Украиной Вот По-прежнему Ли Пытаются Нелегальные Вот Уже Беженцы Попасть В Латвию Или Вот Как теперь Разделяются Правильные От неправильных Беженцев Если Мы Неправим Небеженцы Если Человек Держит От Раней И Держит То Небеженцы Неправим Защиту И Квалифицируется Если Он Просто Улучшит Свою Экономическую Ситуацию Добрал Небеженец Просто Как Другой Терп Очень Мало Попыток Пересечь Границ Ли Беженцев Страны Беларуси Со стороны Людей Которые Будут В свое Время Туда Заманены Прежимы Режимом Граждане Рабы Креста То есть Средним За ночь Меньше Десяти Попыток Беженцев Сейчас Больше Попыток Перескаться Возле Границ Передвижение Этих Попыток То есть Грантии В основном Идут через Через Пограничные Пункты В то время Как Шесть Раков Беларусские Пограничники Толкают В сторону Нашей Границы Они Через Вес Между Пограничными Это Совсем Другая Другая Собственность Хорошо Спасибо Огромное Мария Голубева Министр Внутренних дел Латвийской Республики Была с нами На прямой связи Хорошего дня Благодарим вас За участие В программе Всего доброго Спасибо Всего доброго Ну и Программа Утро на Болткоме На этом Завершается Однако Наш Эфир Будет Продолж